Лучшие ставки на киберспорт. Я не знаю. Большой брюмастер. Давай я как обычно. Я справа. Да, я слева. Хорошо. Держим брюмастера на руках. Помогаем команде Маузи Спортс. Ну что, сейчас у них есть еще один шанс для того, чтобы победить. И сравнять счет 1-1. И потом уже на третьей карте что-то разрешить. Хотелось бы в это очень сильно верить. Но безусловно, у Маузов пока не идет игра. И возможно грядущий патч это последняя возможность зацепиться за игру. Ну давайте, наверное, к драфту второй карты переходить. Мы в ходе нее уже обсудим, что с Маузами вообще происходит. Ну а перед этим я напомню вам про один из сайтов. Это скин коин, где вы можете обменивать ваши скины, ваши сеты из инвентаря в стиме на криптовалюту. Которая уже впоследствии используется на сайтах партнеров для оплаты услуг, для оплаты предметов, для того, чтобы сделать ставки. Либо что-то подобное. Поэтому прямо сейчас можно посмотреть. Смотреть, а есть под трансляцией баннер. Осталось 10 секунд. Ликнуть на него и не нужно какие-то сеты, либо сеты, которые у вас просто простаивают, купят пыль. Осталось 5 секунд. Обменять и уже начать ваши деньги работать. Ну и также, друзья, мы напоминаем вам про новый сайт MakeMyBet, на котором вы можете делать ставочки на 18 киберспортивных дисциплин. И на с промокодом UCC вы еще безвозмездно получаете бездепозитный бонус 7 евро. Все именно так, друзья. Вам не нужно вводить ничего своего родного для того, чтобы пользоваться этими финансами. Ну а пока непосредственно драфт, где эффекты уже взяли Батрайдера, Никса Сассина и Вичдоктора. Теперь уже Никс будет за эту сторону отыгрывать. Посмотрим, насколько хорошо используют этого героя. Ап, Мауза набирают агрессию. Профет, Спиритбрейкер, они могут оказаться двумя этими героями в любой точке карты в мгновении ока. Видели мы подобные стратегии. Фурион, Спиритбрейкер, чтобы не контрить Фуриона, якобы. И Баунти Хантер, чтобы набирать себе быстрое количество золота. А здесь просто Свен. У нас очень часто противостояние. Спруты, Свен, Свен, Спруты. Да, есть такая штука. Но, по-моему, научились контрить, как говорится. И топорик носит с собой до талого. Опять же, Баунти Хантер это сигнатурочка Maybe Next Time. Сколько курьерской крови было пролито этим Баунти Хантером, не сосчитать в литрах, я не знаю. Он, по сути, и запомнился многим, как убийца курьеров. Да, страшный герой, но тут тоже есть Никс, который не меньше крови попил и у курьеров, и у соперников. Поэтому здесь не стоит и про него забывать. Просто сейчас, если смотреть на игру Маузи Спорт, человеку, который со стороны пришел, только сейчас стал увлекаться, допустим, Дотой, киберспортом, показать исполнительного коллектива и сказать, что они, ну, полгода назад играли. Ого-го, как? Никто не поверит. И реплеи есть. Да, реплеи. У нас есть доказательства. Но все равно скажут, что это другие люди, это совсем другая игра. И в нынешний патч Мауза вообще никак не попали. У них были там периодические успехи, где-то они пытались зацепиться, но не могут никак найти свою игру. Я очень удивлен, приятно, потому что они не дисбандятся. Потому что любой другой коллектив, я готов вот со стопроцентной гранди сказать, он после таких неудач, он бы поменял свой состав 10 раз. Ребята держатся друг за другом. Это хорошо, но мне инсайдерская информация в мой твиттер пришла. Как Маузам победить? Давай. Пикнуть гуся. Я не знаю, что это значит, но человек, видимо, знает. Я тоже не в курсе. Нового героя какого-то, видимо, нужно пикнуть, которого нет. Но мы ждем глобальный патч от Valve. Слушай, а вдруг это тот самый герой? А вдруг Загус как-нибудь он называет? Загус, его будут называть гусем? Да. Который француз там? Слушай, у нас инсайдеры в чате. Инсайдеры в чате, круто. А вдруг это гейб? Или айсфрокс фейка? Да, да, да. Опасно. Неплохо забросили. Но, опять же, сейчас нужно брать мидера, скорее всего, Маузам, потому что ПЛ пойдет в легкую. Он будет играть Мадара. И появляется пак для фага. Это неплохо. Такие сигнатурочки появились для непосредственно Maybe Next Time, для Мадары. Вот насколько хорошо факт играет на паке. И я, в принципе, особо в нем не сомневаюсь. Он также на нем играл вот в ту самую золотую эру еще от Фейном. Совершенно верно. Ну и посмотрим, на что на это ответит эффект. У них остался также мид-герой, в общем-то. И посмотрим, кто же займет эту роль. Мирана в бане. В бане также Вайпер. Будут ли они вспоминать инвокера, либо что-то сложно прокастируемое. Ну или проще что-нибудь возьмут. Сейчас просто Лина. Лина, да, второй раз. Не придумывай велосипед, как говорится. Работала, возможно, сработает и сейчас. В принципе, Свен против Пейла. Вновь попытка разрубить все эти иллюзии. Но посмотрим, насколько это будет результативно в этот раз. Полторы минуты у них уже есть. Они с полной свободой это могут потратить. Это время до последней секунды. Как и все другие коллективы. И забирают Timber Soul. Потому что почему бы и нет. Рубить деревья, рубить иллюзии Фантом Лансера. Рубить всех. Рубить всех подряд. Вопрос в том, не сломают ли Афониджи раньше игру. Ну, опять же, здесь есть кому собрать там лишний орчет. Профет явно, если что, Блаторн должен здесь вывозить в дальнейшем после появления Афониджи. Но я не совсем понимаю, как Афониджи тут... Он берется только ради того, чтобы справиться с самыми иллюзиями. И просто потому, что Афониджи решил на нем сыграть. Потому что стрелять статы, вот использовать данного героя таким образом, обычно его берут против большого количества силовиков. А силовиков нет. Только Спартан вот бегает на спиртбрекере и на этом все прелести заканчиваются. Да, но в любом случае. Поэтому в любом случае можно придумать, как его использовать. Так что я думаю, здесь даже против иллюзий, против тех же спутов это будет полезно. Поэтому я не буду особо хоронить раньше времени. Но я думаю, есть возможность. И есть. Эффекты должны понимать, что они делают. Но эффекты сейчас явно должны быть на плюс морали. Опять же, эффекты очень стабильную игру показывают, что мне лично нравится. У них нет такого вот раздрая полного, когда ты приходишь смотреть Best of 3 и ты не знаешь, вот сегодня они в хорошем настроении или в плохом. Сегодня будут нормальные драфты или ненормальные драфты. Даже пускай не проиграли MiddleFit, но там были интересные встречи. И не сказать, что легко все доставалось. Ну и пока мы представим коллектива, конечно же, Спартан будет играть за команду Маузи Спортс, естественно, Спирит Брейкере. Мадара садится фармить на ПЛ, а ПАК исполняет на ПАКе. Maybe next time на том самом Баунти Хантере, посмотрим, достанутся ли ему Курьеры, сможет ли он в те самые золотые времена вернуться. Ну и, естественно, Ларк заканчивает всю эту пятерку на Неча с Профити. А пакил стоит им в этот раз с командой все та же эффект, что и на первой карте, на удивление. Арзик забирает себе Витч Доктора с Седой, будет играть на Свене, а Пойнджа исполнится Оль Тимберсоу, Кингер на Никс Ассасине и Мак на Бэтрайдере. Пожелаем команде удачи, возможно, чуточку больше удачи пожелаем команде Маузи Спортс. Я бы хотел увидеть три карты, но все же мои любимчики, я редко их вижу. Плак-плак. Плак-плак, действительно. Но трезвость рассудка нужно сохранять, и если Мауза будут отыгрывать точно так же, как и предыдущую карту, шансов у них просто нет, потому что командных действий было очень-очень мало, и они были абсолютно несущественны для того, чтобы карту переворачивать. Пока Баунти Хантер просто проводит разведку, Витч, конечно же, Арзика пытается, возможно, отжать Баунти Руну на топе. И Мэббинэкстайм начинает просаживать ПХП. Неплохо просаживает ПХП, стоит отметить, но это только развести на танго. На Баунти Руну все-таки достались три для команды Мауз Спортс. Ну а пока остальные расходятся по лайнам. Я напомню вам про розыгрыш. Это четыре Арканы, это ДК Хук, самое интересное, и десять тысяч по десять скинкоинов для вас специально от, опять-таки, нашей компании и непосредственно скинкоина. Все, что для этого нужно сделать, это либо пойти по баннеру по трансляции, либо же ввести в чат команду высказательный знак скинкоин, и Мубот скажет вам, что делать. Ну и сейчас встречается Мадара против Маган на Бэтрайдере. Естественно, тут есть стики, и все напалмы будут заивыжены. Плюс, не забываем, есть Дургангар. Сейчас же у нас тут у Миксос Асси на криссину стал играть, а на топе уже касочки залетели в бедного Мэйби Нэкстайм, который сильно проседает по ХП. Понимает, что сейчас центры очень серьезно изменить ситуацию, и сразу же его поставили, ждать долго не стали, чтобы лишний раз не мешал, лишний раз не подрезал, и очень неплохо сейчас благодаря этому вырезать. Станы просто вперед идут, чтобы себе зафармить всех крипов, каких только можно. И, слушай, законтролировали ситуацию с Вардом, очень неплохо играет Мэйби Нэкстайм. Быстро среагировал, действительно поймал такой правильный тайминг, когда Арзик находится далековато, но догадываются, естественно, где находится этот самый Сантряк, и Арзик быстро разберется вновь. Война Вардов будет идти без конца, когда у противника есть Инвизор, у вас и выбора нет. Тут проблемы некоторые Апониджи, но он разворачивается, у него есть еще и реактив фармар, нас так нанес слегка, и поэтому он просто привлекает на себя внимание, стоит около Спартана, Спартан же дерется с ними отчаянно, но понимает, что здесь это ни к чему толком не приведет, разве что теряют немножко времени в плане фарма. Такая довольно агрессивная пятая позиция у команды Маузи Спортс, просто идет, один-двоих гоняет, пока Вак в легкой линии фармит. Да, в этом плане, конечно, ситуация не из приятных. Но в остальном, видим, что опять-таки начальная игра, крипстаты немножко за командой Маузи Спортс. Ну и что же, пытаются воевать у нас и Мадара против Мага, в принципе, у него прекрасные крипстаты на данной стадии, и Бэтрайдер больше занялась тем, что Мадара пытается просаживать по ХП, нежели добивать крипов. Да ему не дают там постоянно динайя, вот Спартан добегался, видимо. Апоиндж, да, просто скушал деревце и тут уже стопит, но Релиндес, чистый урон, и так чуть было сам не подставился, и ФБ для команды Эффект, Апоинджа начинает очень уверенно здесь отстаивать свои позиции. Притом настолько все было просто для Тимберсоу сейчас, что и представить лучшую ситуацию нельзя. Одну кнопочку нажимаешь, и Спиртбрекер сам под деревья-то и подошел. Тут уже 5 напалмов, неприятно, но за EV дел сразу же, при этом стики-то заряжаются, можно их регулярно прожимать. Ну а здесь у нас Бэтрайдер просто жжет все, что попадается ему на пути, и особо неприятно для Фантомантера, конечно, же. А тут попытка выйти на Артика, но вроде как есть подхил, однако сейчас подходит сюда еще и с Кайларк, и фраг, да, разочется седой, но Сидо здесь ничего особо не сделал, как и сам не получил много урона, ему под вышку бы прятался. Потому что тут, мэйбинэкстайм, помню, Морву феном, замедление, неплохая оттычка. Ну, мэйбинэкстайм не стоит, не стоит наглеть, опять же, там вот. Сэн вроде бы и убегает, но помним, что у него хорошие показатели физброни, он может терпеть дэмэдж спокойно с руки от всех героев. Ну и посмотрим личную статистику. Мак, 158 игр на Батрайдере. Естественно, не в мид позиция отыграна, но статистика сумасшедшая. Да, 12 ассистов, то есть он, ну, очень часто... 70% винрейт, 158 игр, это вообще как? Да, да, эти люди живут среди нас, понимаете? Естественно, позиция очень неплохая. Тут же опять разгон, кстати, на него уже сделали, и должен бежать неподалеку. Есть попытка зажать, есть в Антон Ленс, на мансит, на лоу-граунд, на хай-граунд, пытаются переграть позиции, но не получается. Все-таки Спартан делает этот фраг, и 1-2. Один становится счет в пользу команды Мау Спортс. Ну, опять же, да, перетяжки от спиртбрейкера, они обязательно должны быть для того, чтобы этот герой был полностью реализован. Но вот оставили пака на боте, и они, в принципе, с Тимбером должны сейчас просто комфортно фармить, кто-то другой особо друг другу не мешает. Снова разгон уже подошелся, а мэйбинэкстайм... 70% просто говорит ему Спартан, где твои 70%? Это уже, наверное, отличная агрессия со стороны команды Маус, они должны понимать, что здесь это их шанс, нужно время для Мадары, нужен отличный, просто идеальнейший старт для Мадары, чтобы у нас эта ситуация уже сегодня была, если что-то кто-то пропустил. У нас уже играл Фантом Мансер против Свена, и Фантом Мансер победил. Поэтому сейчас... Давай так, для того, чтобы у ребят правильное впечатление создавалось. Там все-таки был Джаггернаут в медлинии. Ну, это уже немного другое. Иклок вверх в команде, где был Джаггернаут в медлинии, был Свен. То есть... Хорошо. Ну что, ну... Дай интригу создать. Это когда ты квадратный кубик, пытаешься в круглую дырочку для шариков засунуть просто и в этот вот мемасик. Квадратный кубик, погоди, я что-то не знаю об этом мире. Квадратный кубик, так и есть. Ладно. Тем временем, сверху немножко зажали у нас баунти-хантер, но просветки на него больше нету. Вард, конечно, мы сломали. Тут уже проблема у Ардика. Есть каски, но поможет тебе это. Стан в ответ так же. Однако каски и моледикта пока еще нету. Больших. И в результате уходит пока что. Ардик живет, есть под хилл, но последнюю тычку где-то нужно сделать и погибает. Так же убегает Моби Next Time, просто в инвесы. А седой больше сделать ничего не может. Но ему особо ничего не требуется. Он сейчас до полоски. Добегался Спартан и Мадара там тоже не самая приятная ситуация. Да, у него уже грейшенные стики, но расслабляться не стоит. Всего лишь 5 зарядов. Да, получается крайне неплохо. Действительно, здесь ситуация уже. И... Володя как реабилитируется потихоньку. Просто не стоит, увидев первую там серию фрагов от команды Маус Еспорт, на... стадии эрлигейма, бежать и кричать, что они все выиграли. И ликхату желательно тоже не нужно. Пока еще. Да, думайте, конечно же... Ждите коэффициентов 11 и... Начинайте. Начинайте, безусловно. Думайте своей головой, но мне кажется просто... Ранние фраги, уже сколько раз об этом говорили, они не приносят доминации сумасшедшие. Тут пофармить даже лучше, чем сходить и сделать пару киллов. Поэтому многие герои игнорируют все выходы агрессивные. Ну, Ардик попытается пожить, есть каски неплохо. А если какая-нибудь поддержка дополнительная, стопается просто и уходит в воду ресторейшн. Спруты слишком поздно подбегают. Уже Никс на хостей. Тут могут быть проблемы. Подкоп. Стан также от Седова после Манго. Залитает еще пару ударов. Но разгон! Разгон Аспартана спасает ситуацию. Тут проели два дерева. Последний удар нужно нанести на хосте. Не отпустили. Также разобрались с Митчдоктором. Но проблемам все-таки у нас больше у команды Маус Соу в этом ситуации. В серии, конечно же, Профета это очень-очень печально. Да, он вновь там не отдает какого-то сумасшедшего преимущества. Просто, опять же, он не фармит в этом вся грудь смертей. Возвращаться на линию, тратить ресурсы, покупать какие-то лишние телепорты. И это все по копейкам и центам складывается. Недостаток артефактов, допустим. Да, ситуация, конечно, несприятная. И вот у нас отличные сообщения в Твиттере от злого товарища. Это фиаско, братан. Безусловно, на первой карте все было довольно грустно. Ну и что, гонятся в этот раз уже на мага. Опять-таки попытка неплохо есть под Копк Доппельганган. Увернулся, продолжительку не будет. Вот это снова на лоу-граунд. И маг пока что живет, каски помогли, но последнюю точку сделать вудресер еще не помогли. Бегает и погибает в очередной раз Бэтрайдер. Там иллюзии оббегали по такой просто дуге к Бэтрайдеру. Свою дорогу пытались найти. Кстати, проблема была там Мадара. Да, его подрезали. Есть у него Мана еще что-нибудь сделать. Афониджи просто живет у него. Три секунды. Три секунды стиков нет. Он все-таки погибнет. Не хватает. Дабл килл для Афониджи. Действительно, не хватило. Буквально чуть-чуть еще. Тут очень неплохо так прожали. Тут дистайминги, конечно же, немного. Совсем чуть-чуть не хватает времени для того, чтобы сделать серию фрагов. Ну и Афониджи, конечно, начинает играть в реактив фармер уже в сумасшедшую игру. На четверочку вкачал. И если вы его быстро не зафокусили, он моментально весь демэдж нивелирует регеном. Здесь ты уже особо ничего не придумаешь. И попытка Сидо в этот раз просадить. Они здесь в большинстве. И это отличный план. Только сейчас могут отрезать его. Пока еще он живой варкрайпер. И Сидо вроде как пытается выжить. Мэнус еще прожимает. Но тут, понятное дело, что отпускать никто его не намерен. Отличный фраг и продолжает пытаться как-то сохранять. Сохранять лидерство за собой. Успеют ли? Но они сохраняют, по крайней мере, на равных. Нетворс, и здесь же Пага пытаются поймать. Но он еще может попытаться уйти. Последние удары не дождался. Он ни шифта, ни арба. Афониджи убивает Пака. Что-то не так с этим, конечно, происходит. Но, возможно, все нормально. Все в порядке. Паг может умереть, да. Бывает такое. Не надо пугаться. Но, опять же, это вновь ранние такие фраги. Сейчас уже игра потихонечку переходит в мид-гейм, где начинается маккер-промещение по карте. Сносится Т1, вышка в мид-линии. Прилетает СВ на деф. А здесь пеньки. А здесь иллюзии. Седой такой прилетел. Получил копье в спину. И отошел. Подошел Вич-Доктор. Касточки, помадарин. И уходит. Уходит прямо на... Миллиард иллюзий, но каски всегда выбирают нужную цель здесь. И, да, вышка упала. Ну, а что дальше? Тем временем, снизу у нас проблемы могут быть. Оп-онжен пока что живет. Есть Саленс. Но тут Чакрам очень неплохо подрезал. И спокойно на ректифарморе все вылечивается. 37 леген. Это просто кошмар. Ну, то есть, лучше его вообще как бы не трогать, если вы не хотите его прям убивать и не скоординировать свои действия. Ну и что, переместились наверх. Собираются около руны. Посмотрим, к чему это все привезет. И получится ли снова попытаться убить этого Апониджа кошмарного. Там подошел БХ, там подошел Спиритбрейкер. И они снова нацелены на Тимберсол. Ну, опять же, Апониджа Тимберчейн и должен как можно быстрее отсюда уходить. Он еще и Чакрам успевает отбросить. Его всем миром убивать пришли. Реген 37, не забываем. Да, но тут может просто не хватить этого регена. Про касты и Сверид 4-х убить первого на Мэббе. Некстайм забирает этот фраг. И очень и очень неплохо. А вот Мадару на топе поймали. Здрасте, вот вам лассо. А где ваши иллюзии? И просто контроль. А, успеют ли убить? Да, каски сейчас есть. Но тут Дупельгангер. Жить. Касочки не ушли на Мадару. Мадару просто убегает. Райт кликом. И вот он ваш лассо, вот он ваш подкопник по таймингам. И Мадару спокойно выживает. Он при этом не особо играл иллюзиями. Они просто остались. Но пошли бить эффекты иллюзий, которые были ближе к лайну. Крайне-крайне странная позиция сейчас для коллектива была сделана. Но посмотрим, к чему это приведет. Вот такие неудачные вылазки. Они потом могут сказаться крайне проблемным образом. Потому что вы там один раз не добили, тут не добили. А потом у него 50 тысяч нетворс и он сносит вам трон. И вы грустно стоите у разбитого коры. Но пока коры-то это только крепный, скажем так. Курьера Сил Тьмы убить. А кто убил Курьера Сил Тьмы? Тут пока что так. Пытается убить Дрим Койл, но это не помогает. Все-таки Пак отправляется отдыхать. Афониджи, конечно, знает своего героя просто на 100%. Да, это знаешь, просто как какие-то мастеры кунфу. Сначала один кастанул Дрим Койл, а потом другой. Хорошо, я тоже кнопку нажму. Моё кунфу кручек твоего решил Афониджи. Тут же попытка разобраться с Кингером. Карапасун уже поражал и погибнет. Тут пытаются идти Вендетту, но трек сделает свое черное дело. И Мэйвен Стайл... Краги под треками начинаются. Это очень и очень важно. Сейчас очень сильно переломится преимущество в плане Солдин. 500! 500 дали, казалось бы, Никса. Поэтому он всего лишь... На 12-й минуте стоит отметить такой факт. И действительно, если будут продолжать бегать с ним баунти-хантером, шансы у Моузов появляются на то, чтобы просто деньгами задавить своего противника. А пока же преимущество финансовое на руках эффектов. Пусть и минимально он там скачет. Графики, я думаю, нам продемонстрируют такой нервный пульс этой карты. Конечно, здесь Мак занимает позицию. Но снизу уже агрессия опять на Афониджи. Пытаются его убить втроем. В этот раз ситуация может быть чуть лучше, потому что нету. Нету Фуриона, и Афониджи регенерирует очень-очень неплохо. И вынуждены все отступать. Просто его просто вторым не могут убить. Вы не попадаете Арбом, там наверху зато вновь ловят товарища Мадаро. В этот раз уже не отпустят. Мадаро лопнул. А Афониджи по-прежнему жив-здорово. Зарим Койлом промахнулись. И... 31 ягодица Регена. Пытаются Арбом не попасть. И вот, прилетает сюда Скаларк. Он жив по-прежнему. Все еще живет. Это что там? Это ненормальная такая вещь. Но добили просто правдами, неправдами, всем миром. Каждый по чуть-чуть и смогли его убить. Но слишком много ресурсов тратится. Безусловно, потом они обзаведутся еще там дополнительным каким-то, возможно, магическим прокастом. Дискорд какой-то появится. Но Тимбер всегда будет для вас проблемой. Возможно, там Сильверейдж как-то все это решит. Но до него еще дожить надо. Вчетвером они убивали Афониджа. Там разобрались с Фантомлантером вдвоем. То есть баланс сил на таком этапе уже выглядит как-то интереснее. Но это пассивка. Которая действительно может отключиться силы рейджем. И если это будет происходить, то проблемки будут в дальнейшем. Тут же попытка убить. Но Скаларк уходит. Скан прошли. И сейчас могут на развороте, на Артика выйти. Маг неподалеку поможет. И он хоть вскоре кто-то. Ей Сайленсы стерли просто Вижилфер без шанса. А продолжать. А мага подцепить. Мага еще и нагло идет вперед. Ваерфлай тут же прыгает седой. И говорит. Здрасте, про меня вы забыли. Маунчхантер подошел. Мэбид Некстайм кинул треки. И говорит. Я тоже отсюда, пожалуй, пойду. Их что-то слишком много. Ну и Спартан такси. Визи-визи полетел на топ. Да, ситуация сложилась не очень благоприятно. И второй Блиндаггер. За СВН есть Блиндаггер. У Бэтрайдера есть Блиндаггер. А вот у Скайларка Блиндаггера нету. У него серьезной неприятности. До свидания, Профет. Его сейчас отпускать, конечно же, не должны. Ну и вот Афониджи встретился со своим обидчиком один на один. Ну что? Он мансит. Добрый вечер, дорогой. Пытается как-то увернуться на фейзах. Выигрывает время, да. Очень много времени сейчас выиграл против Афониджи, конечно же. Ну и появляется еще один Блиндаггер. В этот раз уже для пака. И это может быть... О, какой опасный. Да. Страшный. Крюк из реальной жизни пытался уцепить Баунти Хантера, вытащить обратно. Так вот, тут у нас увернулся от Сайленса Блиндаггера, но Дримпро он не увернется. От этого увернись, действительно, Мак. Но Мак жив. У него уже подошла поддержка за спиной. Подошел Вич-доктор, выхиливает его. И все хорошо, все комфортно. Да он еще сейчас сам прыгнет. Там стан в кого-то прилетел, пытается спиритбрейкера. Спиритбрейкер может еще убежать, ко всему прочему. Поэтому тут получить его не подст... Ну, не получится подстопить. Ну и что будет дальше делать? Я не знаю. Начинается черная полоса. Видимо, что топовые нетворцы в большинстве своем за коллективом команды Эффект. Только вот один лишь Фантомантер здесь затесался. И Спартан очень опасно сейчас себя показывал. Но в свое время остановился. Ну и вот, собственно, та самая статистика по команде Маузи Спортс глобальная. Пока убивают Спартана. А Спартан должен вроде бы погибнуть. Афониджи явно его не отпустит. Просто так хорошо чуточку позже мы о ней поговорим. Если я ее запомню. И Афониджи запинают здесь палками, что ли. Без маны остался. Фуза, здравствуйте. Вот и все. Вот был у вас ваш Афониджи, да и весь вышел. 44% винрейт у команды Маузи Спортс. Потому что они отыграли по-моему 48%. Карта Дракота продолжается. Есть лотцо от Батрайдера. Но здесь же врывается Спартан. Устанавливает всю эту агрессию. Дрим Койл по четверым. Бить всех нужно. А бьют-то пока только Пага. Паг уходит на арбе. Он по-прежнему жив. Пытаются Кингер зафокусить. Никого не добивают. Падает только Паг. Здесь также догонят. Конечно же Фориона. Его один удар нужно сделать. Стихи пока что живет. Есть спадкопа двум неплохой. Но Сидова заканчивается ГДС. И будут проблемы. Тем не менее Спартан уже добил. Маг продолжает сражаться. Фориона. Таким способом не нужно было возвращаться обратно. И остался Фантом Лансер. Но он отсюда убегает. Хотя без маны Сидой. И теперь можно вопрос что-нибудь придумать. Но понимаешь, что слишком много поддержки. Подходит Maybe Next Time. Есть подкопа. И Сидова продавать под треком. И улетать отсюда. Но пошел дальше разгон. За магом Пагоня. Файрфлайн. Прожимает только сейчас. Но Диффужил Блейд. Возвращается за Афонидж. Он уже начинает резать своих соперников. И понимаешь, что Дракон все-таки пора прекращать. Ну и Спартан, конечно же, пытаются поймать напоследок. Спартан ждет чаржа. Через секунду он уже появится. А чем бы его остановить, этот самый чарж? А тут Спартан. Спартан, кнопку нажать. Бежать быстрее. Бежать вниз, конечно. Да и уводят на импейл. Не в ту сторону подбежал Спартан. Да и не было особо выбора, конечно. 14-14. Становится счет. И получается как-то остановить этого СТПК. Я хотел бы отметить просто Драку на Святыне. Вроде бы Святыня принадлежит Силам Света. Почему там больше здоровья восстановили эффекты? Да, проблемка. Определенная есть, но... Вуду Ресторэйшн частично сделала свое дело. Частично Масков Мэйнесс помогла. Но там очень, конечно, много урона от эффектов. И у Маузов прям не идет. Ну что ж. У меня смотреть дальше. Все-таки пока еще по территории немного. Проигрывает команда эффект. Но она в любой момент может прийти и убить кого захочет. Поэтому здесь это, в общем-то, решается. И вот мы видим, да, попытка как-то была подцепить. Но успел. Успел спастись там Фурион на телепорте. Его не смогли реализовать здесь же. Сейчас будет убийство Ардика. Курьеры. Ну это Maybe Next Time. Просто вот Maybe Next Time. Неважно, на каком героя. А уж если на Bounty Country он обязан убивать Курьеров. Иначе это не Maybe Next Time. И это фейк. Совершенно верно. Еще одно убийство сделали. И тут же сейчас будет погоня. Выходит, Афонин же говорит. Ну что ж, друзья. Вы убили моего Вич Доктора. Мы сейчас будем пытаться убивать вас. Просадка висит. Но за Maybe Next Time не побежали. А Спартан просто уходит. Мстят сейчас не за Вич Доктора, а за Курьера. Который дороже по стоимости, чем Вич Доктор. И восстанавливается дольше. Что тоже важно. Да. Совершенно верно. Здесь продолжается же фарм. Maybe Next Time занял эти позиции. И ждет, когда кто-нибудь под него покажется. Ну а мы пока посмотрим повторы той самой драки. Ну вот. Драка на святыне. Все идеально. Вроде бы и прекрасно врывает Спартан. Дримкойл также поставлен отличный. Арди просто вуду ресторэйшн. Посмотрите, как долго он жил и сколько он восстановил здоровье. Это провал для, конечно, позиции. Его пытаются бить. Его не дофокусили. Он дальше восстанавливает здоровье. Только сейчас все-таки Скайларк решил нанести эту тычку. Уже Спартан второй раз разгоняется. И нет фокуса по героям команды эффекта. Они тоже живы-то были в какие-то моменты на буквально 150-200 хп. Совершенно верно. Не здесь. Конечно, несмотря на смерть Седова, все равно все складывалось очень-очень. Неприятно. В основном только потому, что под треками все это происходило. И из-за этого выиграли очень много ресурсов в плане золота команда Мау Спортс. И частично закамбэкали. Но все еще меньше тысячи преимущества по золоту у них есть. Но опять же здесь очень сильно бафает вас Баунти Хантер. Безусловно, вы держитесь за счет этого героя по экономике. И один ваш килл под треком стоит на двух киллов со стороны противника. Другое дело, что здесь будет происходить в лейте. Нужен, конечно же, Сливерейдж для того, чтобы отключать Тимберсоу. Без этого артефакта, без Орчада будет очень тяжело бороться с данным героем. Тут на выбор для команды Маузов. Что именно вам нужно? Ну да, именно так. Конечно, затягивать это вроде как имя на пользу. Но с другой стороны, Свен. На него смотришь и понимаешь, что он с одного удара может вынести всю вашу команду. Не считая ПЛа, конечно же. Поэтому лучше лишний раз не рисковать и как-то пытаться зажать на хайграунде своего соперника, чтобы им не было возможности этому Свену набирать артефакты. И вот выход в магический дэмэдж. Вот, конечно же, Баунти Хантера, чтобы быстро выключать Вич Доктора. Что также немаловажно. Ну и плюс Тимберсовы можете куда быстрее просадить по ХП. Конечно, здесь в этом плане очень-очень выгодное приобретение. Появляется еще и Орчет. То, о чем мы и говорили. И в ответ Сабли от Свен он говорит. Магия! Тьфу на вашу магию! У меня просто две дычки мгновенные по вам под ГДС. Да, совершенно верно. И что будут делать сейчас? Проказывают на верхнюю вышку, хотя там-то два разобраться. Сколько из этого плана удастся реализовать? Посмотрим. Вот там Афониджи могут также принять, если получится. Но тут моментально СФТП должны лететь. Афониджи сам по себе выживет. Немало времени по таймингам. Тут же разгон от Спартана. Врывались. А где СФТП? СФТП летят на Д3. Очень долго летят СФТП. Добить! Добить! Афониджи угладит спинку. Тут же врывается Батрайдер. Ловит Пака. Пака увозит. МПЛ по двоим. Неплохо от Кингера. Ставится с пруты. Кингера заперли. Есть Карапасы. И сыграл же в том пак. Выигрывает еще несколько секунд от себя пак. Пак живет. Врывается также в Никс Ассина. И Никс Ассина будут убивать. Можно Кингера отправить в таверну. А там продолжается драка. Приходит Свен. Свен бежал пешком. Я много, конечно, повидал. Но, наверное, стоит носить телепорт. И с собой Спартан убегает на разгоне. И совершенно спокойно все разрешается. Два в одного, казалось бы. Но там, во-первых, треки. Во-вторых, Афониджи. Да, это был хороший, в принципе, файт для команды Маузи Спорт. Он, безусловно, не переворачивает игру в их пользу. Но позволяет им дальше существовать. А за это им и нужно бороться. Они сейчас вряд ли смогут провести какой-то файт без ошибок со стороны эффекта. Чтобы вот после него сказали. Все, Мауза победят. Им нужны артефакты. Очень сильно. Это точно. Но пока вот не получается как-то навязать свой план. Есть подкопки, есть рассказ. И Спартана нет. Стики брожал Карапаса сразу же. В ответ, чтобы разгон не реализовывался. И спокойно убивает. Грусть, тоска, печаль в глазах спирит брейкера, который сидит в таверне после таких вылазок. Здесь, конечно, неприятная позиция. Но в остальном, это просто время. Время для того, чтобы Сидой доформил себе артефакты. Как минимум, БКБ, который очень сильно изменит ситуацию. Не будет сжигаться моначи стучно. А в остальном. Да и в принципе, контролю избегать можно таким образом. Бладстоун появился у Тимберсоу. Мы уже видели, что творила Лина и сколько было зарядов. Теперь посмотрим за Тимбером, которого убивать-то не так-то уж и просто. Есть худ, при этом он уже нивелировал тот самый магический дэмэдж от противника. И все равно его умудрялись убивать. То есть это не панацея. Ну да, с этим можно найти подход. И без особых проблем, в общем-то, потом в последствии разбираться. Когда будут уже большие левела, когда будет большой урон. Магический, в частности. Поэтому, да, шансы сохраняются. Тем более, что преимущество по-прежнему, хоть и небольшое, но за команды Маузов. Ну и собрались все вместе. Эффекты. И сейчас очень важный файт, который как раз-таки может, в принципе, перевернуть хоть что-то. Подцепили Никса Зайсенекенгары должны быстро убивать. И справиться с этой задачей добили его. В ответ, будет ли врыв, врываются на Вич-Доктора. Арзик также отправляется в таверну. И, возможно, подцепят еще какой-то прекрасный таргет. Маг. Дримкод поставлен на Седого. Седой просто пытается уйти на ноге. Но его вынудят драться. Седой уже потерял 50% здоровья. И Седой-то без ПКП. Он никак себя не спасет. Да, врывается Афониджи. Его пока подцепить особо нечем. Он вынужден приходить на базу. Маг также успел с длинкаута уйти отсюда. И получилась крайне неплохая драка для команды Маузов. Теперь они возвращают преимущество в более уверенной позиции. И уже готовы идти драться. Возможно, даже посмотреть в сторону Рошана. Попробовать. Пока нету 20 секунд Никса. Нету еще 40 секунд Свена. Но они сейчас сверху, понятно, взберут вышку. И линию снизу еще пропушить немного. Ну и опять же падает, падает тот самый Тавр. И эффекты начинают уже задумываться. Возможно, все будет не так просто в ходе этого Best of 3. Конечно. Здесь мы это уже не раз видели, что так просто с вами не бывает. Обычно не было и эту попытка может подцепить Спартан. Уже вся команда направляется. Но Спартан все понял. Потому что, во-первых, на скане. Во-вторых, на варде проходили. Есть подкоп. Есть продолжение. Врывается Афониджи. И Карапан. Ну там Спартан без маны. Стики про жопу пытаются убежать. Но не получится. Все есть, но нет сейф ТП. Вот в чем дело. Да, совершенно верно. Здесь очень-очень неприятная позиция. Для него была занята И. Точно так же, как в предыдущий раз. Его и остановили. Ну и опять же, остается два внешних тавера. При этом у команды Мауза Испорта еще очень много вышек на карте. Цело здорово. Это можно назвать золотым запасом, естественно, для команды эффект. Но звучит это не столь уверенно, как ранее. Совершенно верно. Здесь ситуация крайне-крайне интересная. Основное, к чему это все приведет. Поскольку этот золотой запас в один момент можно очень быстро сломать. Спасиды, поэтому не стоит об этом забывать. Что сейчас вот это преимущество в 3000, оно примерно не значит ничего, грубо говоря. Так что пока возможно статистику. 18 тысяч урона в среднем наносит Мадара на своем фото Маланселе. Поэтому нет, не самая большая феда. Но в том-то и дело, что Пейл это тот самый герой, который не так часто и дерется. Он в основном фармит, 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 а потом сносит вам базу. То есть происходит 2-3 драки максимум, где он прям участвует от начала до конца. Если эти драки выиграны, вы побеждаете. Если проиграны, все, до свидания у вас у самих упал трон. Да, там Курьера пытается подрезать. И Мэйби Некстайм забирает на успеть. Да, подцепили в вас соевый бойз. А так просто теперь ты никуда не денешься и будешь расплачиваться за свои грехи. И разрубили. А в Коннинджи, вот он, реализация Рудов Атоса у Бэтрайдера. Тут знаешь, такая ситуация, что Мэйби Некстайм решил переключиться с Курьеров на Вич Доктора. А, ну, Курьеров же кто-то должен убивать. И Мэйби Некстайм принял такую ветвь первенства в руки свои. Ну что ж, посмотрим, к чему это все приведет. Да, получилось подрезать Курьера, но... Тут у нас получилось подрезать Вич Доктора. Нужно идти дальше. Свен продолжает фармить, он все еще на первой строчке. Но там один, буквально один-два крипа отделяют его от Фантом Лансера. Но самое главное, конечно же, что Сидой сейчас будет уже с БКБ. И вот таких просадок по здоровью молниеносных без действия со стороны Кура команды эффект мы не увидим. Сразу же будет прожиматься. И после этого драка пойдет совсем по другому маршруту. Следующий файт будет намного интересней. Да, посмотрим. Тут все-таки Рошан стоит еще не тронутый никем. И хотелось бы увидеть какие-нибудь действия со стороны команды в его сторону. Но поскольку очень сильно изменится баланс сил. И вновь заходят вражеские леса и находят, находят Никса Сассина. Пытаются его быстро убить. Но, по-моему, Спартан забежал не в ту дорожку. Да, ГДС не жалея. Понятное дело, что можно быстрее до разгона. Нужно убить Спирит Брейкера. И этим разбираются без особых проблем. Забайтили на Кингера. Да, да. Но сейчас это подразумевает тот факт, что на Рошана вряд ли пойдут в ближайшее время. По крайней мере, без ГДСа это того не стоит. Да и опять же, только Спирит Брейкер мертв, который поедет через 30 секунд. И он будет в Рошпите в мгновение ока. А вот медленнее поймать Пака, это идея хорошая. Правда, фактус бывает у типа Т1. Совершенно верно. Здесь никоим образом он не подставляется. Понимает, что он важной роли в этой игре. И от его Дримкоила зависит также крайне большая ситуация. Поскольку, если Сидоу подцепить в Дримкоил, подцепить Афониджа, то, считай, драка уже складывается в вашу пользу. Останется только немного урона нанести. Но с этим разберется Фандом Латер. Хотя он по-прежнему держится не на самых больших позициях над Ворс. И артефакт не так много, как хотелось бы на данном этапе. Это ПЛ. У него не то, что еще лейт не наступил. У него даже мидгейм-то в такой средней части находится. Ему куда больше артефактов необходимо. Да, у нас идет информация по Афониджу. Он вроде как успел улететь, но поцепляет. Там летят на святыню. Прилетает практически... Ну, пока только, кстати, прилетел Вич Доктор. Не так уж и много. Врывается Афониджа и разрубает Спартана вместе с Паком. Успел уйти. Запрошу на копьем. Но успеет ли уйти Спартан, вот в чем дело. Да, здесь же через Линдес разобрали. Успевает Пак спастись. Но, тем не менее, 21-21. И погонят дальше. На перерез просто летит Бэтрайдер. И любого, кто их встретит, ему попадет под глаз. Он его подловит. И опять-таки успел на Орбе улететь. И Пак пока что живет. Но Родов Атос выворачивается. И от него... Это факт. Это Аш на своем паке, опять же. Одна из сигнатурок данного мидера. Соответственно, ничему удивляться не стоит. Хорошо, погнали за бэмби next time. Но, тем временем, сверху Фантом Лансер делает свое черное дело. Совместно с Фурионом. Они мают, что им выиграли просто нереальное количество времени. И уже нужно как-то... Телепорт. Телепорт у Свена в КД. И можно смело подниматься на хагграунд. А если вообще телепорт и полетит. Или кто-то защищает сейчас базу. А Фониджи бы хотя бы телепорт отдать. Ну, он улетает. Да, Фониджи как раз таки. Он будет справляться с огромным количеством пеньков и иллюзий. Но Фониджи, кстати, погнался за противника. Потому что Никсасазин подцепил и убивает Мадару. А телепорт спили. И проблемы могут быть сейчас у Фантом Лансера. Уходит от Сулас Каларк. Тем временем, на нижний линии подцепили. Точно таким же образом вакг. И пытаются его подвести под Эсвард. Получается очень неплохо. Но, конечно, мы венекс таймон. Но зачем сюда пришел? И это минус 2. Да, спас и Фотом Лансер. Конечно, это положительный момент. Но то, что Тарзик делает 2 кила на ровном месте. Это, конечно, крайняя проблема. Седой под ГДС. И Хайграунд. Почему бы не забежать? Пару ударов сделать по вышке. Оставить и пол хп. А то и всю вышку снести. Никого нет. Да онлайн может сносить. Сейчас вот в чем дело Профет. Ты где, друже? И только сейчас прилетают на базу. А там Мадж сейчас готов вловить. В любой момент врывается. Тут же Ротов Атос. Проблемы у Спартана могут быть. Понимаете, что не важно, что нам делать Спартан. Сейчас его еще убьют. Разгон. Убегает с базы. Просто-напросто пока что живой. Есть пруты БКБ в ответ. Почти сломали с оружие деревца и убегать. А телепорт на телепорт. 20 секунд калдаун. Это проблема может стать. Но они пытаются этого Седого запинать всеми силами. И нужно его убивать. Наказывается такой халявный Т3 Тавр. И целый барак милишный. Слишком много ресурсов. Седой! Добить его там хп-то нет. 100 единиц здоровья. Седой убегает. Убегает. И Скайларк его не догнал. Там маг успел разобраться со Спартаном. Есть Дримкоил по Бэтрайдеру. Да, Седой выживает. Афониджи вернулся. Готовый снова наносить кучу урона. Нужно помочь. Нужно помочь. Хоть кому-нибудь спастись. Здесь погоня Замадаря по-прежнему идет. Есть Билли Ринку, но продолжим какой-нибудь будет. Афониджи отпускать так просто не хочет. У нас слишком много маны. Сейчас Афониджи может подставиться и остаться без нее. Дримкоил разобраться обратно. Стан подвоим разрубили моментально. Ты восстановил здоровье. И его просто не добил пропет. Он в собственных пеньках застопился. Да. Хороший план. И реализация интересная. Поэтому тут действительно ситуация сложилась крайне неблагоприятной. Хорошо. На верхнем лайне Мауза успели снести Т3. Тоже открыли доступ к святыням. И конечно же забрали рейнджовый барак. Но это все мелочи. Это не так существенно и не так круто, что сделал Седой. А Седой просто нажал две кнопки и с автоатакой поднялся на вражескую базу. Это конечно интересный размен. Но посмотрим. Опять-таки Рошан все еще стоит. Вообще без шансов. То есть прийти забрать и его, а Егис одна драка и байбеков-то нет. Ни у кого из команды Мауза такие... А, у Пака есть. Все, если они сейчас... Появляется, появляется, появляется. Да, то есть все равно байбеки найдутся. Бак также целит в догон. И вроде бы приближается уже к каким-то топ-левелам. Но до 25-го, до того самого наследства, еще пилить, пилить и пилить. Минут 10. Ну что ж, ждем. Когда получится у них распилить своих оппонентов. Пока же Пэл фармит. Пэл берет сопротивление магии. Возможно, это ему поможет, но Свен смотрит на этот талант и говорит... Серьезно? Сопротивление магии, да? Я, конечно, не маг, но дэмэдж выдавать могу. Тут у нас Мадарк, кстати, очень опасно подставился. Если бы успел его позвить, то тут телепорт Пак видит. Кто, кого еще видел, кстати, Апоинджи подставился, было бы передумали. Они понимают, что Вижена нет, они не знают позиции противника. Хотя вот там Апс стоит, и должен был заметить Бэтрайдера и Арзика подошедший. Ну и переключается на Т2 в медленней. Но нужно защищать просто хайграунд. Вот давать Т2 без разницы, просто биться за Т3. Там Святыня падает около Рошана. Это, пожалуй, стратегически важная точка, которую хотелось бы защитить. На нее сигналят, но внимания особо не придают. Было бы желание, эффекты точно так же Святыню уничтожили бы у команды Маунди Спортс. Это не страшно. Самая приятная ситуация, вот видим, да, пеньки догрызают какую-нибудь по-моему какую-то Святыню. И совсем скоро они с ней разберутся и придется забирать такие Рошана, чтобы не надо было телепортироваться в один момент. И что дальше будет происходить? Я хочу увидеть Рошана, наконец. Седой, пора. Тебе может показать Рошана наш оператор. Вот, собственно, смотри, Рошан. Все, увидели, ушли. Это все здорово, но просто... Знаешь, как в зоопарке посмотрели? Пойдем дальше, следующий вольер. Проблема в том, что сейчас, в случае важной какой-то драки около Рошана, они не смогут прилететь. И это может серьезной цены стоить команде эффект. Ну да, с репортами его эффектов что-то не задалось сегодня. Тут же Афон же просто врывается в попытках найти Спартана бедного. Спартан вроде бы сам охотник, но барабаны ПТ это все, что появилось у охотника на 33-ю минуту, что маловато. Это, конечно, да. Здесь хотелось бы побольше и посерьезнее вещи видеть. А, снесли. Т1 снесут сейчас святую в ответ. Тоже здесь, понятное дело, не так просто отступать... Дой мимо проходил, меч просто упал рядом со святыней, святыня рухнула. Вот примерно так это и выглядело. Ну а Мадара продолжает фармить, когда раз он фармит вражеских Эншентов, ей тут же в невидимости бегает не только Купак. Но Фоннинджа также есть поблизости. И самое интересное, это Никс, который мог бы раскрыть эти позиции. Но... Оступили. Сигналят. Ну и сейчас должны же были на фак загреться крипы. И фак это не увидел. Да, странная позиция. Успел уйти в фейс-жифт. Получится респастись и не отца. Шива контроль 55 секунд в Таверне без возможности вернуться в игру. В случае чего 17 рядов в ладского унио Тимберсоу. И продолжается уверенное лидирование команды Эпек после, казалось бы, незначительных проблем с Фантом Лансером. Да, был небольшой камбэк в Маузе Спортс, но моментально смогли взять игру обратно в свои руки эффекта. Падает Рошан. Рошан падает медленно и ГДС не прожимает седовым. Он понимает, что сейчас может быть врыв от противника. И там понадобится ультимейт. Но врыв от противника уже менее вероятен, поскольку фак отсутствует. Естественно, единственный, кто может ворваться, это... Вот ГДС полетел. Единственный, кто может ворваться, это... Баратрум. Но ему забегать сюда тоже не самая приятная идея. В треке Рошан падает. Айгис уже должны сейчас забирать. Будет ли какой-то врыв, это последняя возможность. Вполне возможно. Там же Батрайдера пытаются зафокусить. И Батрайдера могут добить. Но он просто залетает в образе под всеми возможными... Десвард есть. Стан пытается убить, разубить. Есть Сайбер. КПКБ прожимается. Бегут дальше. Кого не найдут. Баратрум и находят. Проблемы у него могут быть. Еще и Курьер подставил. Сейчас просто один удар от Седов. И все рухнут. Спартан пытается есть. Успел разбежаться. Он здесь ЕУ. Подкоп по таймингу. Также имеется Релассо. Лассо есть. И сейчас могут похоронить Дримпойл. Дримпойл от Пака. Приходит Пак. Пытается помочь Мадаре хоть что-то сделать. Тут же Мак все-таки погибнет. Седой без ГДС. Но он по-прежнему наносит кучу демеджа. Есть у него Сабля. Тут подключился Афоничи. Афоничи приходит. Видят они Тага. Сейчас так словит станцию. Чего вынуждено давать иллюзору. Страйк выбивает Спартан. Просто пронесся. Там же уже лотос имеется. Мадара пытается хоть какой-то демедж нести. Но урона не хватает. Конечно. Но их могут просто раскатить. Здесь возвращается обратно Пак. Ловит пару ударов. Понятно, что нужно добивать. А Егис. А как второй раз его убивать? Нужно попытаться. Спартан снова разгон. Пытается отсюда улететь. И получается у него. Но не отпускает. Так просто станк. И долетит ли. Но не добьет. Зато Афоничи. Что значит не добьет? Тут пила тебе в спину. Это бесконечный файт. Этот файт идет от Рашпитера. Чтобы вы понимали. Он идет полторы минуты. А снизу крипы грызут. Уже догрызают Т4. И нужно что-то делать. Седой. Серию бис. Добрали Мэбинокстайма. Прыгает. У него ГДС откатился снова. Это конечно что-то невероятное. Это уничтожение команды Маус Еспортс. Сейчас шансов на камбэк. Ну просто не остается. Такое чувство. Да. Появится совсем скоро пропет. Появится Спартан. Ну вот Афоничи подошел. Он просто стоит. Афоничи прекрати. 73 единицы легенда. Да. Заходят на хайграунд. И похоже на гудгейм. Действительно для команды Маус. Но пока еще стоят без маны. Да нет. Они будут бороться безусловно. Пока они упадут онлайн. Вот дремкоил по троим. А что вы будете с этим дремкоилом делать? Какой план? Они прожимают БКБ и уходят. Возвращается Спартан. Да. Артик погибнет. Но что дальше? Нужно как-то подцепить еще дополнительного. То есть если бы за все это время пока шел этот файт, Профет, Потопус нес бы хотя бы милишный барак, я бы еще сказал. Ну терпимо. Но нет, не терпимо. Там 25-й сейчас будет у Афоничи. И вообще левела, конечно, у эффектов там стремятся вверх. Давайте к графике посмотрим и по золоту, и по опыту, наверное. Ну и вот тот самый провал ямов, в которую, возможно, Маус и Спартсу падут окончательно. Да, Свен еще и собрал себе Арчит, так что тут... Арчит оружие победы. Да, да. А не Блатон. Уже Блатон. А, он сразу же. Я думал, он поносить взял. Ну, хорошо. И теперь готовы... Поносить Блатон. Я вернул. Ну да, да, да. Я только поносить, как бы. И что? Теперь заход последний на хайграун. Скорее всего, уже будет. Подождали мы. Байбэков ни у кого нету по деньгам. Ну, 1300 фантом лансера. У Пака еще 300 примерно золота. В принципе, нафармить можно, конечно, но успеют ли? Да, вы, собственно, команду БКБ для Батрайдера, Аганим для Апониджа. Они, скажем так, поработали вахтовым методом. Прошлись по вражеской территории и сейчас закупились. Совершенно верно. Здесь просто без конца идет сражение. И с Макак ждут кого, кто подставится. То есть, в принципе, Мауза пытается все делать правильно. Они убивают, естественно, Вич Доктора, Батрайдера, Никса. Потом остаются два рейд-босса. И вот с этими рейд-боссами что делать? Абсолютно непонятно. Потому что к тому моменту выбиты, изранены, ресурсов нет, ультимейтов нет, маны нет, здоровья нет. Веры в победу тоже нет. Пролетел Firefly, но тут прокликали, пытаются кого-нибудь найти. Это вообще что вот такое сейчас было? Просто Батрайдер запрыгивает на вражескую территорию и пять героев противника живы. Да, потому что почему бы и нет. Отпустили вроде весь лайм, тут есть скрипы, достаточные, чтобы разобраться с базой. Появляется новый пак, новый догон у пака. Вряд ли это, по-моему, уже полетел ГДС и просто ломают все, с чего с Гвард. И спокойненько продолжают развлекаться. Не дают подойти. Любые подходы контролируют ситуацию. Каск, и сейчас могут полететь, да. Залетают Спартана, продолжают сражение. Просто люди пытаются отогнать, тут БКБ и продолжают бить. Ну вот Профет в этот раз понимает, что от него требуется. Он пытается снести мид, он пытается провести пеньков на верхнюю линию. И Профет возвращается в драку прямо сейчас помогать. Подцепляет, ждите, кажется, ставит ультимейт. Дымажит бедного Спиртбрейкера, а там выше основное это веселье происходит. Погибает Свенг куда важнее. У него есть байбэк, это важно. И Скайларка добьет, нет, успевает уйти на телепорте. Он восстановит себе ХП, да не может этого быть! А Бонюш же остался без маны. Ему сейчас пытаться нужно как-то отсюда убегать. Но, понятно, у него это получится. Всей команды не отпустят, конечно же. Лотусор пытается повесить, но это очень медленное решение. Пытается мансить. Стикмик тоже живет. Разгон побежал дальше. Есть поддержка в виде Кингера. Скайларк с плоды, там выпидывают из этих деревьев. Лотус, Хекс на себя. Отлично! Всем миром его убьют, он дэмэджа не чувствует. Урона нет, поэтому бедному Тимберу и он заденавился. Да, три разменялись на часть башни Т3. И не самый лучший, конечно, размен для команды Эпек. Но, опять же, они держатся за эту игру, что есть сил. Просто вот все отдают, цепляются зубами в эту карту. Конечно, ни в коем случае нельзя сдаваться, потому что не Фантом Мастер есть какой-никакой. И с помощью него можно очень плохо побоевать. Подцепили сзади пака, просто выжгли 72 секунды. Да, и сейчас ждут 20 секунд до появления маг. Проблема, но тут лассо полетело. Есть сказка, ставится ДСВАР, должен быть. Сейчас Маледикши также имеется. Прилетает Топоинджи обратно. Раскрытка полетела и погибает. Три человека из команды. С телепорта ушел, конечно, отсюда Фантом Лансер. Но, тем не менее, отличная ситуация сейчас для команды Эффект. Они должны идти и просто пользоваться этим окном в минуту, пока нет Профета. Пока никто не будет сплетовать, запушивать. Там еще Т2 на боте у Эффектов стоит. То есть они могут вообще не бояться за свою базу. Даже если снесутся два лайна на 40-х минутах, это не важно. Главное, чтобы не мега-крипы. Это да. С этим проблемы могут возникнуть у большинства героев, но не у Свена. Даже если бы были мега-крипы, я думаю, они бы еще повоевали. Разве что сплитпуш стратегия могла бы как-то здесь помочь. И вот, снова по двум лайнам уже прижимают команду Маус. Здесь еще 20 секунд до появления пака. Ну и заход на хайграунд. Паку совсем немного на байбэк-то не хватает. Но хотя бы, может быть, в следующем замесе он появится. 8 секунд до появления и Т3 будут стоять. Линию-то не отдадут. В принципе, и Профет появится уже совсем скоро. Да, стоит совсем немного. Вот он и пак появился здесь в замесе. Есть. Подловили, успели завести и не отпускают Maybe Next Time'а. Сразу застирает. Байбэка также не имеется. Контролирует также. Пытаются убить в первую очередь. Погибает ли Вич-Доктор? Вич-Доктор по-прежнему живет и смогли его убить. Здесь же пака просто уничтожили. Распилили на части. 70 секунд без данного героя. Пытается Спартан ворваться в них, а выдачу какой-то контроль. А там распиливают. Распиливают бедного Спиритбрейкера. И, конечно, Профета. Там Седо сейчас выжгут. Даблкил есть. Естественно, нужно ли этот Стром погибает Skylark. Байбэка также не имеется. Мак нажимает БКБ и разворачивается. Страсный Спартаном его можно подцепить. Два чакрама успевает здесь убежать. Но, тем не менее, это не то, что хотелось бы убедить. Там крипы на верхней линии уже сами сносят барак. И говорят, да эффекты не справятся без нас, пацаны. Рабочая сила идет вперед. И они действительно выбрали еще правильный барак, что важно. Бьют милишный. Да, совершенно верно. На фоне же нужно помочь. Нужно сломать крипов хотя бы. Это для него самая важная задача. Блинкаут отсюда делает. Я понял, что все-таки здесь лишаются маны. И нужно будет отходить. Ну, как тигры. Они, конечно же, стараются защищать свою базу. Тимберсов не главный пушер страны. Он еле-еле демашит этот самый милишный барак. Но и пытаются его догнать. Но без пака вы не найдете демиджа магического, чтобы его убить. Да, не хватает еще пока что ситуации. Тем временем Кингер разобрался. 61 единица брони. Покажите резисты, пожалуйста, Тимберсов. Да, страшная, страшная цифра. 78 против 43 тоже. Ну, то есть у тебя демиджа 100, допустим, с руки. А ты на 20 гладишь. А он регенится на 73. Вот как его убивать? Это, конечно, верно. Зато дабл демидж нашли и Рошана, что самое главное. Возможно, это еще немного отсрочит позиции команды Эффект. Но они должны тогда забирать Рошана, отдавать его Свену. Очень часто Свен погибает без БКБ. И это проблема. И вот, да, дабл демидж и Мадар начинает бить в одиночку даже у этого Рошана. Ситуация в том, что Мауза дотянули до Лейта уже, где у них есть финансы. Но они по-прежнему не решили проблему, как убивать Тимбера. Да, и за счет этой проблемы пока еще держится коллектив Эффект. А если успеет убить Тимбер, тогда другой разговор. Тогда еще можно будет повоевать где-то. Но при этом помнить, что у вас тоже база может сгореть. Есть просветочка на всякий случай. Айгис достается Мадария. Тут уже поблизости Свен бегает. Нужно байбэки сейвить. В обязательном порядке паку не хватает тысячи монет. У ПЛ этот байбэк имеется. Тут уже сейчас появится Актарин для Тимберсоу. Но это просто вот не валяшка. Он реально может пойти на вражескую базу. И райт-кликом. Неважно, у тебя там даже 100 дэмэджа с руки. Ты просто уничтожишь Барак и тебя не убьют. Совершенно верно. Здесь об этом можно не переживать. Но Айгис отобрали. Теперь чуть менее выгодная позиция у команды Эффект. И они могут еще немного ждать. Хотя у них по-прежнему 16 тысяч преимущества в плюсе. И вроде как должны они лидировать и не бояться своих соперников. Здесь же попытка Мага кого-нибудь на дефорт. Там полетели. И Спартан подойдет. Полетенка с кем-маледиктом промахивается. Вот это уже неприятно. Но в любом случае... Как сбивать? Как сбивать этот самый ультимейт? Там уже Седой прыгает и буквально тремя ударами разрезает Баунти Хантера. Нет байбэков. Волны крипов тоже нет. И заходят на последнее. Барак, оставшийся здесь, закапывается Никсасасин. И теперь подкоп в тысячу вас не отпустит. Любой подход будет контролировать ситуацию. Здесь еще и подошел Мадара. Зачем Карапасы? Проражали его, подставили. Ей Стан продолжают бить. Разубили деревья. Еще пару ударов. Допперганга не успевает. Откинулся. Это минус. Айгис моментально. Зачем-то дождаться всех тиммейтов. Спартан очень многое делает. Несмотря на то, что Спиритбрекер вроде бы дэмэдж не наносит. Но он много контроля выдает. Уходит ПЛ. По цветы не восстанавливает КП. Да, он плотный, безусловно. Но как вам втроем дефаться от пяти героев противника? Совершенно верно. Никаким образом не получается остановить Эффектов. Уже разубили они большую часть стрипов. Но иллюзии пока выиграют время. И отходит коллектив Эффект. Появляется Спиритбрекер. Это невероятно интересная карта. То есть уже столько раз, я уверен, зрители в чатике говорили. Все, это поражение. На 25-й минуте, на 30-й, на 35-й. Вот раз в 5 минут они уже хоронят, скорее всего, маузов. А мауза еще держится. Но они продолжают максимально вытягивать игру в длительный потенциал. Возможно, скрытый пытаются еще какой-то найти. Но я боюсь, что они стараются разобьются. Чем позже тайминг, тем меньше вы можете спланировать. Здесь минус Афурион, 77 секунд. И теперь это спокойной душой. Не боясь, что вас снесут какое-нибудь одно строение неожиданное. Это вообще не страшно. Там голые бараки стоят у маузов на базе, а СВН с БКБ не сносит их. Вот этого я не совсем понимаю. Ну и собираются. Да, нету бэтрайдера, но он на фрустапах, на баленках прибежит очень быстро. Поэтому о его отсутствии стоит не переживать. Но он инициатор. То есть тут все-таки стоит, наверное, дождаться данного героя. Он появится побыстрее. А, кстати, Сильверейдж так никто не собрал, как понимаю. Да, здесь попытка подкопа не особо успешная. Ну и мэббин, кстати, пытаются это придумать. Даже на Травелак прилетел сюда. Мак. На фонже просто залетает на Тимберчейне в вражескую базу. Здесь же, наконец-то, седой. Вот райтлип, ГДС и бить бараки. Выигрывают липом пару себе секунд дополнительной жизни. Скоро появится уже профит. В секунде лучше продержаться Спартан. Вот еще контроли. И неважно, БКБ, не БКБ. Седой просто начинает бить иллюзии. Падает мишный барак, падает рейнджовый барак. Но смотри, как много дэмэдж, что по Седому залетает. И Седой может погибнуть. На фонже должен это контролировать ситуацию. Мальдив славили неплохо. Тут же продолжает стоять. Ингар Карапаса поражал. Разгон по нему есть. Но стоит ли оно того? Сейчас каски летают по всем. Седого убить. Седой погибнет ли. Мадара просто стоит с Таней. Он ничего не может сделать. Мадара слишком мало. Мадара погибает без байбека. Это good game, well played для команды Маузи Спортс. Додавили. Просто до последнего. Здесь пытались как-то сопротивляться. Команда Мауз. Но не получилось. Никаким образом, к сожалению. И все-таки Свен одолел. Не только Свен, конечно же. Но команду, которой был Свен, получилось одолеть фантом-лансера. Минус шаттер. Птичку жалко, как говорится. Но не смогли Маузи Спортс. Зачем ты поставил птичку на Маузов? Сколько тебе я сговорил? Ставь деньги, а не животные. Ну, так или иначе. Мы поздравляем, конечно же, эффектов. Радостно за наш СНГ-коллектив, который продолжает успешно участвовать на WCA 2017. И стремится к тому, чтобы в дальнейшем выходить, естественно, на ланы. И участвовать в борьбе за 500 тысяч долларов. Напоминаем, что победитель данных квалификаций получит 54 тысячи долларов. И тот самый заветный слот, в принципе, как и второй финалист. Ну, а пока давайте статистику по второй карте посмотрим с вами. Там страшные цифры должны быть Афониджи. 46 тысяч урона он нанес. И вот жаль, не показывается, сколько впитал. Да, я говорю, что когда... Вот... Вэлф, вы выпускаете новый патч. Разбавьте нам статистику, пожалуйста, чем-то новым. Нам нужно знать, сколько получил по голове Афониджи в игре. Сколько он впитал в себя дэмэджи изначального. Без всяческих резистов. Сколько тысяч урона претерпела его броня несокрушимая. Безусловно, прекрасная игра. Ну смотри, смотри, можно математически, да. Видим урон фантом лансера. Урон пака. И 70% этого урона примерно впитал в себя Афониджи. Да, да. Примерно так и получается. Действительно, друзья. Что же. Безусловно, отличный старт. Вот, эффектов. Они реабилитируются за предыдущий игровой день. Поражение с медуфит. Да, они... И могут продолжать борьбу. Это самое важное, друзья. Ну а на сегодня наша трансляция, к сожалению, будет заканчиваться. Уже завтра мы вновь к вам ворвемся в 15 часов по московскому времени с новым Best of 3. И так будем до глубокой ночи. Но сегодня мы напоминаем вам в последний раз про новую криптовалюту SkinCoin, которая совсем недавно появилась, но уже набирает популярность. Поэтому, друзья, можете смело переводить свои предметы из Dota, из Counter-Strike. Если что-то завалялось в инвентаре, пусть работает в виде криптовалюты, которая уже для вас предоставляет возможность обмениваться, покупать скины, делать ставки на сайтах-партнерах. Ну а также, если вы хотите попробовать себя в аналитических возможностях, то это сайт MakeMyBet, который представляет новую букмекерскую контору, с помощью которой вы можете попробовать поставить на более чем 18 киберспортивных дисциплин и, соответственно, уже раскрываться во всей красе. А если у вас есть какие-то опасения, то промокод UCC от нашей компании, который позволяет вам 7 евро бесплатно поставить на первую вашу ставку. А также, если вам все понравится, то бонус на первые три депозита в размере 100% сверху. Так что, друзья, регистрируйтесь, делайте, как говорится, ваши ставки и получайте с этого выгоду. Ну и также, друзья, если вы сами хотите поучаствовать в турнирах по Dota, предоставляет UCon Company для вас прекрасную возможность. Совсем скоро начнутся квалификации на VES 2017, и вы можете подать заявку у нас в группе. Плюс ссылочки, естественно, есть под аннотациями, трансляции в баннерах, в чате, повсюду. Собирайте стак из пяти друзей и вперед к победам. В чате пишите, там у вас 6000, я вижу. Да, да, там найдутся, я уверен, профессиональные игроки. Хэштег «Хочу в киберспорт» и ищите среди этих людей, как бы, себе. Тех, кто тоже хочет в киберспорт. Да, совершенно верно. Ну и также, друзья, напоминаем, что сегодня для вас работала студия UCon Company. Огромное спасибо, что смотрели нас. В эфире были Zayts Double D, помогали, естественно, и вели всю трансляцию. Наш любимый режиссер и два прекрасных оператора. До скорой встречи, прекрасных вам игр. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok